Визит главы государства в Вологду начался с посещения текстильного предприятия, где реализован полный цикл производства от трёпанного льна до готовых тканей и текстильной продукции. Лён известен человеку 9 тысяч лет. То есть мумии египетских фараонов дошли до нас только потому, что они были обёрнуты в лён. Площаница Христова только потому, что она была изо льна. Лён в окружательных даже деньги, банкноты их тоже делают изо льна. Вот вы каждый день с ним общаетесь, с этим льном. Первый указ, который издал Пётр I, придя к власти, был указ стандарт номер один на лён. В Российской империи. Понимаете? То есть неспроста это было. У нас, как говорили на Руси, лён и кормил, и одевал, и согревал, и обувал. И это всё правда. Сегодня на Вологодщине сформировался территориальный производственный кластер, производящий продукцию от поля до прилавка. Благодаря программе комплексного развития льноводства в Вологодской области, текстильному предприятию, которое посетил президент страны, удалось провести полную модернизацию комбината. Владимир Путин отметил роль региональной власти в развитии текстильной отрасли. В общей сложности 3,8 миллиарда проинвестировано, при этом почти 2 миллиарда, где-то 1,8 миллиарда – это область проинвестировала. И главное, что эти деньги были потрачены с умом. Вы сами видите, оборудование новейшее и самое современное. Губернатор Олег Кувшинников отметил, что регион готов выступить ещё с рядом инициатив по развитию на Вологодщине предприятий текстильной промышленности. Например, по использованию льноводства, содержащей отечественной продукции, при формировании госзаказа на вещевое имущество для нужд силовых федеральных структур. А также по использованию медицинской ваты из льна, выпуск которой осваивается в Вологодской области. Помимо этого, на текстильном производстве работает несколько десятков кружевниц, в которой плетут вологодское кружево, ставшее одним из брендов региона. В основном здесь плетут готовые изделия. Валентина Удалова круженица с 30-летним стажем, работает на создании жилета. Сейчас я плету жилет, это часть жилета, полочка. Жилет состоит из трёх частей, две полочки и жилет. И потом, значит, соединяется между собой и уже готовое изделие. На встрече президента России Владимира Путина с работницами предприятия один из вопросов коснулся того, как отразится вступление России в ЭТО на отрасли кружево-плетения. Что касается кружевного дела, то это всё-таки очень узкоспецифическая сфера деятельности. Она является уникальной. И здесь, я думаю, уверен даже, здесь вряд ли кто-то сможет эту нишу вашу занять. Потому что на все, несмотря на весь талант наших или ваших естественных конкурентов, всё-таки вот это вот кружевное дело, это та отрасль, которая относится к народным промыслам, и она не может родиться сегодня на завтра. Это всё у нас столетиями развивалось. Глава государства отметил, что ежегодно в России из федерального бюджета порядка 500 миллионов рублей направляется на поддержку народных промыслов. В этой отрасли, которой вы занимаетесь, сейчас не кружевное дело, а вообще производство тканей и так далее. Ведь даже, понимаете, проблема не в ЭТО, а проблема в контрафактной продукции и товарах, которые в огромных количествах завозятся сюда беспошлино и по серым схемам. В обход таможене. Вот что самое главное. У нас ведь на внутреннем рынке, а он оценивается где-то 2,8 триллиона рублей, значит, у нас на внутреннем рынке всего 25% нашей продукции. Это абсолютно недопустимое дело. Огромное количество контрафакта и контрабанды. Женщин интересовал вопрос и о том, как удаётся президенту сохранять молодость и выглядеть хорошо. В Великобритании Черчилль говорят, я не уверен, но так говорят, что, отвечая примерно на такой вопрос, он сказал так, я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать. Но у меня немножко другие правила. Я считаю, что нужно поменьше есть и побольше двигаться. Всё хорошо в меру, конечно. И ограничения должны быть в меру, и активность должна быть в меру. Одна из работниц текстильного производства спросила главу государства о том, что станет с программой, касающейся выплат материнского капитала после 2016 года. Вот сейчас мы должны будем почитать, справляется ли бюджет страны после рубежа 2016 года с этим объёмом выплат. Вот это чрезвычайно важный вопрос. Нельзя обмануть людей, понимаете? Мы сказали, да, мы будем всё платить, а потом выяснится, что денег в бюджете нет. Это в том числе будет зависеть и от темпов развития нашей экономики. То есть здесь очень много факторов, прямо скажу, факторов неопределённости пока. Действительно, вы правы. Все семьи, в которых появился второй и последующий дети до 2016 года, включительно, до, скажем, 2017, в том числе за весь 2016 год, все приобретут право на получение материнского капитала. Что будет после, мы пока не решили. Но я думаю, что мы в любом случае будем стремиться к тому, чтобы в какой-то форме сохранить эту программу. Может быть, сейчас некоторые эксперты предлагают сделать её более адресной. Сейчас все получают, вне зависимости от доходов семьи. Получают все подряд. Второй ребёнок или последующий родился, значит, вот сразу получают. Я, честно говоря, не говорю наверняка, но вот как одно из предложений посмотреть, может быть, на более адресное распределение этих средств. То есть давать прежде всего тем, у которых доход, скажем, средний или ниже среднего. Президент положительно оценил региональный проект команда губернатора «Ваша оценка». Говорил о необходимости повышения престижа рабочих специальностей. В память о встрече работницы текстильного производства подарили главе государства символическое вертину. А Владимир Путин поздравил их с Международным женским днём. Ирина Деркач, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова